на этой стене у тебя постоянно меняющаяся экспозиция картин но вот эти вот две китайские они почему-то у тебя задержались надолго почему видимо потому что это китайский да был и такой интересный в моей жизни творческий эпизод несколько лет назад когда границы еще были открыты когда никто не знал что такое коронавирус всем было очень интересно что такое китай тем более что интерес к русскому искусству среди китайцев он и сегодня повышенный а тогда это было просто вот на слуху и мои друзья однажды предложили мне съездить в южной китаемости женой зимой в декабре и посмотреть как там люди живут мы недолго думали собрались и на три недели оказались в южном китае начиная с шанхай потом был бай хай это столица такая около моря и с выездом к водопадам на границу с вьетнамом так вот эти две работы они мне напоминают о тех интересных временах это вот работа сделана сюжетом о водопадах и это южно-китайское море итогом этой поездки была выставка выставка так и называлась выставка в чемодане мотивы южного китая почему в чемодане потому что я в чемодане привез 24 работы написанные за эти три недели с сюжетами южным китая мотивы южно-китая 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 Субтитры сделал DimaTorzok Очень интересный получился проект Вот даже у меня сохранился такой буклет С описанием этих историй Надо сказать, что на этой выставке Кроме живописных работ Присутствовала еще фото-выставка Те материалы, которые подготовила моя жена Лена снимала фотоаппарат И получился очень интересный просветительский проект Китай глазами уральского художника Можно даже так двигаться по ходу, как путеводитель Пусть буклет будет путеводителем нашего сегодняшнего сюжета Да, все представленные на выставке работы Написаны на натуре И помещаются в один чемодан Поэтому у большинства из них одинаковые пропорции В своих путешествиях художник вынужден быть документалистом То есть Что это имеется в виду? Ты не знаешь натуры, которая тебя окружает Ты не можешь к нему подойти с каким-то эмоциональным отношением Ты пишешь только глазами И поэтому все работы имеют такой документальный характер Мы, как я сказал, начали с Шанхая Шанхай это 25 миллионов город Это контрасты Это и набережная Будун Там, где небоскребы эти современные, бесконечные И тут же Какие-то лачуги и аборигены Готовящие еду прямо на асфальте Ну вот все это совмещено Я писал, как водится, рано утром Думая, что Это меня спасет от обилия зрителей Ну не тут-то было Китайцы очень работящий народ И как только солнышко Оно тогда зимой встает там где-то часов в 7 утра Как только брежет рассвет Тысячи китайцев на своих тележках Каким-то начинают работу Они идут по делам И я никогда не был один в Китае На что я обратил свои силы в Шанхае И я там был недолго, всего 4 дня Но в центре города есть такое место, которому уже 400 лет На русском по-русски это называется сад радости Министр китайский, живший 400 лет назад Этот сад построил в благодарность своему отцу Тем самым проявил заботу И надежду, что отец будет рад Этому событию Это несколько гектаров земли Заполненные традиционными китайскими постройками Прудиками, арками, садами В которых можно ходить несколько дней И, что называется, глаза боятся, руки делают Вот там-то вот это вот и в изобилии Все эти сюжеты, которые можно будет посмотреть Сад Юй Юань Вот если по-китайски это сказать Удивительный Также мне показалось забавным То, что я сказал Этот контраст традиционной архитектуры С современной архитектурой И масса мотоциклистов Масса народу Там правила дорожного движения, я не знаю Мне казалось, что там их никто не соблюдает И даже если китайцы, я обращал внимание Друг на друга наезжают этими мотоциклами Иногда даже падают Но они не ругаются, они бьют друг другу морды Поднимаются и идут дальше по своим делам Что говорит о том, что Вообще это совсем другой народ Очень отличается от нас Тебя не понимают Как только ты остаешься без переводчика Тебя не понимают местные жители Они не знают английского Некоторые из них, кстати Помнят еще русский язык Который они учили когда-то в школе Но это не помогает тебе Выжить на территории Китая Жестами У них тоже другие жесты Они этого тоже не понимают Так вот, у входа в сад Среди пруда лотоса Находится уютное чайное В переводе сердце озера Вот попасть в нее можно По изогнутому мосту Мост девяти поворотов Согласно поверью Злые духи ходят только по прямой Поэтому если настил повернет Девять раз То злые духи никогда не доберутся По нему до чайного домика Прекрасно В котором бывали разные знаменитости А я писал этот домик Утром рано А рядом со мной Человек пятьдесят китайцев Пожилых Делали дыхательную гимнастику Цигун Или как она называется Под музыку Это вообще массовое у них Принятое занятие Каждое утро Они собираются Вечерами они танцуют А утром Вот можно и там 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 Встретить Такие организованные Группы Прямо на улице Китайцы Вот Как я сказал Эта выставка сопутствовалась Вот с таким Фоторядом И Это был интересный опыт Как я сказал Поработав Четыре дня Погостив В Шанхае В этом крупном городе Мы отправились В провинции Есть такой городок Китайская Венеция Их вообще несколько Но вот один из них Чоу-Джуан Это город на воде Удивительное место Вход туда платный По билетам Но я рано Кстати поднимался Мне удавалось Сэкономить На входном Плате Пока там еще Дворники все Работали Кассиры не работали Я уже проходил С этюдником И находил себе Сюжет Хочу рассказать О таком Сюжете Как Двойной мост Этому мосту Четыреста лет Почему он двойной Потому что Если в плане Посмотреть Здесь Сливаются две реки И один мост Идет Так А другой Буквой Г И вот В 80-е годы Один китайский художник Который эмигрировал В Штаты На какой-то выставке Нью-Йорка Представил работу Воспоминания О родине Где был изображен Вот этот двойной мост Эта работа Была подарена Дэн Сиапин И В начале 90-х годов Она была Выбрана В качестве Эскиза Для марки ЮНЕСКО И Благодаря этому Событию Об этом городке Узнали Миллионы Во-первых И сограждан Самих китайцев И людей По всему миру И туда потянулись Потоки Туристов Благодаря Деятельности Вот одного художника Что хочется сказать Молодец художник Мне удалось Там несколько работ Тоже сделать Очень интересно И надо сказать Непросто Вообще Традиционная Архитектура Китайская Она Очень непроста Со всякими Завитками Какими-то деталями Вот Называется Самовар к завтраку Самовар Тоже изобретение Китайское Кругом Эти фонари Мосты У меня с мостами Вообще Старые такие Отношения Мне нравится Тема мостов Вот Такой колорит На воде Они с песнями Возят Туристов Тут же полоскают Белье В этой речке Ну И вот мы добрались До следующей страницы Нашего путешествия Это город Бэйхай Бэйхай в переводе Это север моря Этому городу Больше двух тысяч лет И это Столица Жемчуга Вот если мы все знаем Что жемчуг может быть Белый Там какой-то еще То Здесь В этом городе И сегодня Можно пойти И купить Жемчуг Любого цвета Любого Тона И размера Это сувениры Национального характера Городишко Очень интересный Он В нем Очень Сочетаются Постройки И традиционные И европейские Так как там были Представительства И английские И французские И немецкие И тому подобное В центре Этого Этой улочки Старой Байхая Мне Показалось Интересным И забавным Напоминание О истории Города Скульптурные Группы Из бронзы Например Был когда-то Здесь кинотеатр Там сто лет назад И стоит Какой-то человек С камерой Скульптуры Дальше Была Водокачка И эта Водокачка Представлена Скульптурной Группе Какие-то пацаны Там значит Качают эту воду Бронзовые И у некоторых Зад блестит На солнце Потому что Народ Прикладывается К нему Значит Отполировали Я подумал Ёлки-палки Вот у нас бы так В Екатеринбурге На какой-нибудь Старой Сохранившейся Улочке Например Златоустовской Где стоят Эти усадьбы Не какой-то там Майкл Джексон Или Баба Яга Присутствовали А жители Которые Которые Основали Эту улицу Построили эти особняки Там усадьба Самарцевых Там господин Железнов Там с лошадью Какой-то И там подобное Ну хороший Интересный опыт Вот Центром Вернее сердцем Байхая Это конечно Является Река И выход К морю Так как И вот здесь Появилась такая серия работ Под общим названием Водный мир Ну вот Если мы помним Водный мир Боевик Американский То вот это Чем-то напоминает Они живут На воде Притом Кормчими Зачастую Являются Женщины Не гнушаются Там свеслом И Какими-то еще Инструментами Управляться В этих Тысячах Джонок Лодок И корабликов Тут можно Также наряду С современными Какими-то Поездами Которые Развивают скорость Там 250 км В час И встретить Традиционные Парушники И верфи Судовые Верфи Делают Из красного Дерева Я посмотрел Эти корабли Гигантские Все вручную Так как Город На море То Такой Зеленоватый Колорит Это Мелкий Мох Такая Плесень Она Покрывает Все Строения Этого Города Забавный Такой Колорит За отсутствием Крупных Фабрики Заводов В этой Часи Китая Прекрасная Экология Здесь Десятки Километров Пляжей С мелким Белым Песком Море Теплое И очень Комфортное Нет акул Хотя Я думаю Если бы Они появились Их бы Тут же Поймали И съедали Потому что Китайцы Съедают Все что Все что Живет В округе Ну вот И не случайно Здесь При Мао Цзэдуне Строились Элитные Дома Отдыхов Для партийной Верхушки Поработал Несколько Вот одна Из работ Такая Тут еще Какие-то На Морском Побережье Тоже Непросто Отливы И приливы Только Ты выбрал Место Встал Настроился Смотришь А ты уже По коленам В воде Или наоборот Вода Уходит Обнажают Эти Острые Такие Скользкие Неприятные Камни По которым Передвигаться Очень проблематично Надо вообще Сказать Еще Вот что Когда Художник Европеец Идет Просто По улице Южного Китая Это не Какой-нибудь Там Центральный Китай Где Иностранцам Все привыкли А здесь Иностранцы Довольно редки Если ты Блондин То ты Просто Звезда Тебя готовы Носить На руках Устраивать С тобой Селфи Бесконечно Если ты Кому-то Одному Разрешил Сделать С тобой Фотографию То тут Рядом Стоит Уже Очередка А если Ты Еще При этом Художник И стоишь И в центре Улицы Пытаешься Что-то Нарисовать То вокруг Начинается Целое Шоу Притом Китайские Товарищи Им Не очень Интересно Что ты Рисуешь Им Прежде всего Интересен Ты Они Стоят Они могут Стать Между тобой И картиной И смотреть Не на Картину Она тебе Как у тебя Растут волосы Как ты Что ты Вообще За такой Организм Это было И для того Чтобы работать Их приходится Ногда так Вот руками Разводить И Дайте Я вот Я же туда Смотрю Они говорят Да 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 В общем Уникальные Надо сказать Что они Доброжелательные Многие Ну не многие А некоторые Из встретившихся Мне Горожан Приносили Показывали То что делают Они Они вырезают Эти Чайные доски Для чайных Церемоний Кто-то Расписывает Какие-то Фигурки Угощали Какими-то Фруктами Водой Там Ну Я старался Конечно Все дезинфицировать Надо сказать Что для этой цели Китайская водка Ест замечательно Она очень крепкая Но она специфическая По вкусу И когда ты приезжаешь Домой С огромным удовольствием Вспоминаешь вкус Нашего Родного Все-таки Напитка Не могу Не вспомнить Такую работу Называется Горы Гулин Удивительное местечко Такие горы У нас ведь горы Тоже мы тут Горные жители Но Есть горы Совсем другого характера Местечко такое Рядом Туристическая Деревенька Фишкой которой Поросенок Навертель Ну и пока Поросята Жарятся Все туристы Катаются На таких Джонках Я их нарисовал Специально Для масштаба Для того Чтобы показать Какого роста Этот тростник Это Удочки Бамбуковые Заросли Такие Удивительнейшее место Рядом Банановые Какие-то Там Плантации И один Из парнишек Подошел Взял ко мне И не отходил Смотрел на меня Я его взял на руки И говорю Давай будем вместе Рисовать После чего Его благодарная Мамаша Не дала мне Нести Ни шага Этюдник Холсты У меня все было Отнято И до автомобиля Я был сопровожден С почетом Поклонами И улыбкой Местных жителей Я думаю Что этот парнишка На всю жизнь Запомнит этот урок От уральского художника Также познакомился С одним художником Который не пользуется Кисточками У него бумага Такие свитки У него тушь И вода И его руки И он вот этими руками По-разному Макая И прикасаясь К этому папирусу Делает удивительные пейзажи Где-то мазнет Где-то там Тампанет Коготком зацепит Птичка Тут какая-то веточка И это производит Впечатление Виртуозного Совершенно Действия Он сидит Перед ним Какая-то коробочка Там люди даже Шляпой В шляпу ему Вернее в эту коробочку Бросают денежки И он Так зарабатывает Надо сказать Что Китайская И вообще Восточное искусство Его традиции Они же отличаются От европейсцев И Будучи там Я для себя Сделал какие-то Новые открытия Допустим До поездки в Китай Я бы никогда Не нарисовал Не закомпоновал Было так Дерево Выходящее Из края Картины А здесь Здесь это Абсолютно Уместно И Следует Традиции И Завершила Нашу поездку Путешествие К водопадам Водопады Это граница С Вьетнамом Не так В 80-е годы Там по-моему Еще шли Какие-то действия Военные Но сегодня Вокруг пограничники И спокойно И В весеннее время Нарушая Границы Людей Эти водопады Здесь Вьетнамская Сторона Здесь Китайская Они соединяются И превращают Этот водопад В один из Крупнейших Водопадов Мира Ну с Викторией Конечно не сравнить Но тем не менее Зрелище Бесподобное Не все у меня Получилось Вот если уж тут Что-то хвалить Что-то не хвалить То это работа Она может быть Поэтому тут у меня Осталась Что я и сам Не очень доволен Не получилось Передать Уложить ее Вглубь Вот Мне все хотелось Тут и пальму И водопады И каких-то Вьетнамцев На плотах Которые тут Возят контрабандой Сигареты И тому подобное В общем Ну места Интереснейшие Но тем не менее Весь этот комплекс Впечатлений Начиная от гастрономии Незнакомой Визуального ряда Языковой барьер За эти три недели Измотали Так сказать Душу Уральского художника Как могли И первое Что я сделал Приехав На родину Я отправился На Уктус И написал Зимний пейзаж С храмом И Посчитал Что на этом Мой проект И закончился Путешествовать Это Замечательно А путешествовать С любимой И с этюдником Замечательное Вдвоем Замечательное